Присягать на верность Отечеству это всегда почетно и очень ответственно, потому волнение присутствовало у каждого из 762 молодых солдат, вчерашних школьников, студентов, рабочих, сегодня защитников мирной жизни народа, военнослужащих Брестского гарнизона. Сегодня Брестский гарнизон пополнился и приняли присягу 761 молодой боец. С сегодняшнего дня вы стали полноправными военными, вы имеете право держать оружие, применять его в случае необходимости. Это очень большая ответственность. Вы являетесь наследниками тех славных традиций, которые в 1941 году заложили здесь, в Брестской крепости, воины, которые защищали западные рубежи нашей большой Родины. Вы должны быть достойными тех людей, которые отдали свои жизни, которые сражались за независимость нашей Родины. В Брестском гарнизоне сосредоточены практически все виды войск. Артиллеристы, ракетчики, военно-воздушные войска, пограничники, служба в любом из них почетна и достойна. Но именно защитником рубежей Беларуси хотел стать Максим Жук, готовил себя и физически, и морально. Я горд, что я попал в эти войска. Я был призван военным комиссариатом. Я горжусь, что я буду проходить военную службу в войсках пограничной службы. На мой взгляд, пограничные войска – это самые ответственные войска в Республике Беларусь. Они должны охранять границу. На них возлагается самая большая ответственность. Для каждого военнослужащего день принятия военной присяги не забывается никогда, вписываясь волнующей строкой и оставаясь в памяти навсегда. Слова клятвы, произнесенные на земле Брестской крепости, усиливают значимость во сто крат. По объему текст военной присяги невелик, но в каждом слове заложен глубокий смысл. Закреплены воля народа и государства к тем, кого называют защитник Отечества. Я гражданин Республики Беларусь, Лихачевский Андрей Владимирович. Торжественно клянуть, быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов и приказы командиров и начальников. Клянуть, достойно выполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь. 2016 год для меня символичен тем, что ровно 30 лет назад я принимал военную присягу, будучи молодым курсантом. Сегодня очень почетно и волнительно находиться на этом святом для всех беларусов и для нас пограничников вместе в Брестской крепости. Символично принятие присяги здесь и потому, что плечом к плечу сражались пограничники, воины Красной Армии и не делились, кто к какому ведомству и роду войск относится. И очень хорошая традиция именно в Бресте принимать присягу вместе и пограничникам, и вооруженным силам. Ребятам хочу пожелать чего? Чтобы служба была не в тягость, чтобы мамы радовались и видели, какие возмужавшие, подросшие их ребята через полтора года, через год вернутся домой. С каждым годом служба в вооруженных силах Республики Беларусь становится престижнее, отбор новобранцев более строгим. Сегодня от службы в армии не прячутся. Наоборот, служить выбирают самых сильных, физически подготовленных, морально устойчивых молодых людей. Это достойное поколение, достойное пополнение вооруженных сил органов пограничной службы. По своим качествам я хочу сказать, что это те люди, которых отобрали призывные комиссии, которые прошли жестокий отбор, жесткий отбор и комиссии воинских частей. Это готовые по своим моральным деловым качествам ребята, по своим навыкам, умениям, а также стремлению отношения к службе и до конца выполнить свой долг, если это потребует. Служить Родине эти юноши будут на территории Брестского региона, и они уже приступили к выполнению обязанностей, пройдя курс молодого бойца. А впереди полтора года воинских будней. И потому, как выполнят они то, в чем в этот день поклялись, принимая присягу, люди будут судить об их верности и долгу Отечеству. Спасибо. Спасибо.